Так я на русской душою, сама не знаю почему, с её холодной красою любила русскую зиму. Ветеран Великой Отечественной войны Яков Фадеев пронёс строки великого поэта через всю жизнь и в свои 90 лет декламирует их на память. Завтрак, милая, возвращаясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Ксения Шевченко только начала изучать наследие Пушкина. Для неё Александр Сергеевич – это целый мир, наполненный увлекательными сказками, поучительными быльями, рассказами и, конечно же, поэзией и вдохновением. Потому что у него стихотворения про природу, они спокойные. Когда ты их читаешь, ты просто наслаждаешься ими. И так она звалась Татьяна. Ни красотой сестры своей, ни прелесть её румяна, не привлекала она очей. Я читаю, что поэзия, творчество Пушкина, она облагораживает нас каждого. Там столько лирики, столько нежности. Поэтому все пусть читают. Я призываю всех читать. В Бендерах каждый год у памятника собираются почитатели пушкинского слова. Люди разных возрастов читают стихи, рассказывают об интересных фактах из жизни поэта и, конечно же, возлагают цветы к памятнику, которому не зарастёт народная тропа. Ещё раз поздравляю вас с этим знаменательным днём. 6 июня, день рождения великого русского поэта и писателя, который бывал в нашем городе. Это честь для нашего города. Нам нужно помнить нашу русскую историю, наши русские традиции и всегда почитать великих русских поэток. Александр Сергеевич Пушкин бывал и в нашем краю. Его влекла живописная природа, открытые гостеприимные люди и невероятный колорит нашего народа. В этот период он написал роман в стихах «Онегин» поэму «Полтава». «Северный человек, которого так поразила Бессарабия, с её ярким солнцем, с её замечательными песнями, с её радушием, и именно здесь Пушкин написал очень многие свои произведения». Бессмертные пушкинские стихи звучат сегодня во всех уголках Приднестровья, России и их вспоминают во всём мире. В них мудрость, величие, жизнь. Диана Федоренко, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.